Если стоимость проезда не менять, общественный транспорт встанет. Это один из главных аргументов перевозчиков. Тем более, последний раз тариф повышали в январе 2019 года. За это время очень был большой рост по топливу, по запасным частям, по материалам. Вот могу привести пример, что в предыдущий тариф мы закладывали топливо чуть ниже 40 рублей. Сейчас она уже где-то по расчетам почти 48 рублей. Конечно, перевозчики просили поднять тариф на проезд совсем в другой ценовой категории, вложив туда и затраты на замену старых автобусов новыми. Чтобы ездить на новых, иметь возможность покупать новые автобусы, обновлять, тариф должен быть гораздо больше, чем 28 рублей, а именно в районе от 35 до 39 рублей. Руководитель Горэлектротранса предлагал повысить проезд до 37 рублей. Его аргументы тоже весомые. Подвижной состав изношен на 98%, запасных частей и материалов для восстановления вагонов требуется все больше. К тому же из-за низкой зарплаты люди буквально бегут с предприятия. Например, кондукторов у нас на сегодня не хватает 136 человек, водителей 60 человек. Нужно прекратить текучесть кадров. Кстати, в новый тариф заложили повышение зарплаты, говорят, на 10%. И еще на 5 рублей больше придется платить лишь за наличный расчет. По электронным транспортным картам цена за билет повысится на 3 рубля. К тому же сохранятся льготные проездные для пенсионеров, школьников и студентов. Тариф повысится, скорее всего, не ранее 1 ноября, после подписания постановления администрации Барнаула. Татьяна Голубева, День с толком.